Здравствуйте, с вами Елена Макаленко. И в нашем видео сегодня мы поговорим о том, почему нельзя приглашать в команду своих знакомых. Если вы начинающий сетевик, то вы должны знать, что есть рынок теплый, это наши знакомые, родственники, коллеги, и холодный рынок, то есть непосредственно тот рынок, с которым мы работаем через социальные сети. Итак, остановимся мы на теплом рынке. Предположим, вы своему окружению на работе или своим знакомым, подругам говорите, что вот я занимаюсь сетевым бизнесом, и я вот заработаю, и вы начинаете делиться своими мечтами, что вы через год заработаете домик у моря в 300 квадратах, в 2 этажа, купите себе самую крутую машину за 200 тысяч долларов и начинаете, вот так сказать, погружаться в свои мечтания. Естественно, люди окружающие думают, что вы какой-то ненормальный, выжат из себя в глубине души и как-то чувствуете, что вы настоящий бизнесмен. Они и говорят вам, да какой ты бизнесмен, ты Вася Пупкин с соседнего подъезда. То есть они насмехаются над вами. Поэтому вам нужно как бы взять такой I'm out time и ничего, ни с кем не говорить и даже не сметь предлагать им, потому что они будут бояться, они будут вас избегать. Если вы даже элементарно начнете им там предлагать свою продукцию или стараться вовлекать, то вообще люди, большинство людей, они вообще не знают, что такое сетевой маркетинг, что такое сетевой бизнес. И как только они слышат это слово, то почему-то в их понятии срабатывает, что это что-то плохое. Поэтому они всегда сторонятся этого. Так вот, предположим, вы в своем начинании достигли успехов и у вас появились результаты. Вы действительно заработали на домику моря, купили себе крутую машину, ходите все в бриллиантов, шубах и действительно результат налицо. И вам не надо уже рекламировать себя в ваше окружение, они заметят эту разницу. Они будут сами за вами бегать и спрашивать, чем ты занимаешься. Я тоже хочу зарабатывать такие деньги. А еще круто сработает то, когда вы пригласите их в ресторан или в кафешку, посидеть так в уютном местечке, поговорить о жизни. И плюс еще оплатить за них счет, это вообще будет просто феерично, скажем так. Вот именно в этот момент вы уже можете приглашать свое теплое окружение. А пока, как говорится, до этого еще далеко, мы работаем непосредственно только с холодным рынком через социальные сети. И на данном этапе мы только работаем с холодным рынком. Где же искать в социальных сетях наших клиентов для привлечения в свою команду? Для этого нам непосредственно нужно определиться со своей целевой аудиторией. Для этого мы составляем определенный список и определяем, какие будут проблемы у нашей целевой аудитории, какая боль. И согласно этого оформляем свой контент. И этим самим мы привлекаем на свою страничку этот поток клиентов. И когда же все-таки вы добились уже каких-то результатов в своем бизнесе, то вы можете непосредственно и пригласить, как сказать, клиентов из теплого рынка. Но, как правило, когда вы достигаете больших результатов и высоко взлетели, вам для этого нету надобности, потому что вы имеете уже колоссальный опыт и вам очень легко находить клиентов и свою целевую аудиторию в социальных сетях. Поэтому, может быть, для вас покажется на начальном этапе вашего построения бизнеса очень сложно, но я вас уверяю, с этим нет никаких трудностей, потому что, если вы проходите нормальное обучение, все по ступенечкам, то вы будете двигаться только вверх. Поэтому я пожелаю вам удачи в ваших начинаниях. И если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на мой канал, следите за новостями. Всем пока! С вами была Елена Макаренко.